Самые обсуждаемые новости региона, актуальные темы, острые проблемы и факты, которые уже стали историей. Чем запомнились минувшие 7 дней вам и журналистам нашего телеканала. Меня зовут Анна Пикулина. Здравствуйте. В ближайшие полчаса будем подводить итоги вместе. На этой неделе Курская область подверглась сразу нескольким атакам со стороны ВСУ. К счастью, обошлось без пострадавших. 6 марта ракетную опасность объявляли в Суджанском районе и городе Горняков. В Железногорском районе два дрона попали в склад горюче-смазочных материалов на территории Михайловского ГОКа. Возник пожар. В течение дня резервуары с нефтепродуктами тушили экстренные службы. На помощь прибыли два пожарных поезда. Важно, что на работе предприятия происшествия не сказалось, процесс идет в штатном режиме. А под Курском силами ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших разрушений на земле удалось избежать. Глава региона Роман Старовойт попросил курян не публиковать в соцсетях последствия прилетов в целях безопасности. К сожалению, территория Курской области подвергается обстрелам. И наверняка террористическая, националистическая Украина будет продолжать свои агрессивные действия в наш адрес. Поэтому очень прошу вас, не снимайте и не выкладывайте в социальные сети на другие интернет-ресурсы записи повреждений. Тем самым вы оказываете помощь террористам. Надеюсь на ваше понимание. Историческое и долгожданное событие для жителей Северного микрорайона. В Курске на проспекте Дзереглазова открылась первая очередь поликлиники, которая станет филиалом городской больницы номер один имени Николая Короткова. Медучреждение, которое будет принимать до 600 взрослых и детей в смену, осмотрел глава региона Роман Старовойт. Филиал Северный. Так называется новая шестиэтажная поликлиника, расположенная на улице домостроителей. В смену здесь готовы будут принять до 450 взрослых. На этом этапе работают не от ложка и отделение до врачебной помощи. В котором можно будет сдать анализы, пройти кардиограмму, пройти первый этап диспансеризации или профилактического осмотра, сделать ЭКГ, подойти по экстренной помощи без записи эталончика к врачу для какой-то ситуации экстренной, подойти к фельдшеру, померить давление, то есть до врачебного приема. На втором этаже поликлиники работает терапевтическое отделение. Шесть кабинетов. Их перенесли из главного здания первой горбольницы на Садовой. Я думаю, что прикрепленное население будет все время разрастаться и у нас есть возможность увеличения терапевтических участков до 20 участков. Прикрепиться к первой поликлинике, это тоже наше структурное подразделение, можно будет территориально, как здесь в регистратуре, собой нужно принести три подлинника документов. Медицинский полюс, паспорт, СНИЛС. И в течение трех суток данный человек появится в базе перекрепленного населения первой поликлиники. С открытием первой очереди появилось и неотложное отделение для малышей. На своих постах посменно будут дежурить три педиатра. Повышенная температура, болевой синдром любой локализации педиатр осмотрит, назначит лечение, при необходимости откроет законному представителю листок нетрудоспособности и ребенок должен вернуться пока до открытия второй очереди полноценного участкового педиатрического приема, возвращается в свою поликлинику по прикреплению. 7 марта новое медучреждение осмотрел губернатор Роман Старовой. Глава региона поздравил самую красивую часть персонала с двойным праздником – открытием поликлиники и наступающим международным женским днем. И население ждали, и вы ждали, и мы ждали. Поздравляю вас. Спасибо. История открытия поликлиники непростая. Здание построил предприниматель под другие нужды. Проект переработали, а с выкупом помогли федеральные коллеги. Для выкупа 513 мы получили из федерального бюджета. Всего первый этап выкупа – 536, то есть мы добавляли. И 50 миллионов на оборудование первого этапа. На 50 миллионов рублей за счет средств бюджета Курской области уже приобретена мебель и оборудование для реализации первого этапа работы поликлиники. Первых пациентов здесь примут 11 марта. Открытие второй очереди запланировали на 1 сентября 2024 года. Общая стоимость работ – порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Самый большой, самый современный и первый в стране, построенный в рамках программы инфраструктурного меню вместе с компанией «Дом.РФ». В Курске на проспекте Плевицкой открылся новый детский сад на 280 мест. Дети придут туда уже в апреле. А пока уютные пространства и уникальное оборудование оценил губернатор Роман Старовойт и руководство финансового института. Что объект отличает от других, расскажем в сюжете. Эти яркие, уютные и очень технологичные стены только ждут малышей. А пока восхищаются и удивляются здесь взрослые. И есть чему. Арт-студия и студия конструирования. Просторный и функциональный кабинет для занятий. Пространство для опытов и исследований. И единственное в регионе оборудование для производства собственных мультфильмов. Дети создают, мультипроекцируют. Если они устали, они могут обратиться к столику для релаксации. Важно, что здесь воспитанники с двух лет будут знакомиться с профессиями. Очень ранняя профориентация. Не хочется стереотипов, но в этом саду все действительно по последнему слову техники. Интерактивные доски, гигантские, в масштабах малышей, планшеты, современные роботы и тренажеры. Это вам не игрушки. Все по-настоящему. Но все как у взрослых. Да, да, да. Это все как у взрослых. Видите, тут все работает. Тут скорость, количество шагов, еще и время. В саду организовано 14 групп. Их комплектование, как и штата сотрудников, еще идет. На 280 мест в очереди стоят 600 детей разных возрастов. В основном это дети с Плевицкой. Учреждение готово принять 80 малышей в Ясли. Потребность есть для деток двух-трех лет. Поэтому четыре ясельные группы расположены на первом этаже, предназначенные для таких маленьких деток. Там все предназначено. Вы, наверное, видели и маленькие раковины, и низкие шкафчики. Чтобы построить такой объект, курские власти применили механизм инфраструктурных облигаций. И вместе с институтом Дом РФ в октябре 22-го начали строить детский сад мечты. В 24-м стали первыми в стране, кто полностью реализовал на практике объект с помощью такого инструмента. Мы используем абсолютно все инструменты финансовые, которые возможно применить на рынке. Это и казначейские кредиты, инфраструктурные облигации и другие. Государственное частное партнерство. Объект большой, знаковый. Здесь льготное кредитование. И до 2032 года мы постепенно будем, исходя из льготной ставки, рассчитываться. А детский сад уже будет работать. Сегодня мы действительно гордимся тем, что получилось. Это прекрасное, светлое, большое здание, где точно будет комфортно и интересно ребятам, потому что здесь много интересных профильных классов. И здесь действительно мы сейчас, опираясь на ваш опыт, будем рассказывать о реализации этого проекта и другим регионам. Сегодня в регионе не просто строят дома и объекты, а проводят комплексное развитие территории. Например, на проспекте Плевицкой в Курске ввели уже 207 тысяч квадратных метров жилья. А всего в планах более 300 тысяч. Появился самый большой современный детский сад. А до конца года здесь откроют еще и самую крупную школу в регионе на 1600 мест. Целый город с населением в 20 тысяч человек появился на федеральной территории Сириус во время Всемирного фестиваля молодежи. В этом году на площадке в Сочи встретились представители 300 народов. Вместе они совершенствовали навыки на образовательных лекциях, посещали тематические занятия и участвовали в мастер-классах от ведущих спикеров. Так в карагодной пляске Тимоня дружно сплелись разноцветные ленты и заводные мотивы разных народов мира. Русский танец, уругвайские костюмы, французский напев. Вот он, мультикультурный колорит. Это время точно останется в сердце каждого участника и волонтера фестиваля. Более 800 мероприятий, возможность пообщаться с известными артистами, блогерами, выдающимися журналистами и политиками, задать им вопрос, узнать секрет успеха и, конечно, заявить о себе. В распорядке дня есть утренние и вечерние концерты, на которых бывают такие звезды, как Рамиль Артикасти. Много можно перечислять, их очень много сюда приехало. Они все проводят здесь свои концерты. Также у нас есть спортивные мероприятия, это зарядки, это забег, который предстоит. Также есть региональные мероприятия. А это стенд Курской области. Какую ноту может взять только наш Соловей? И чем, кроме голосистых пернатых, богат регион? Об этом и далеко не только гости из 180 стран мира могут узнать на нашей площадке. На фестивале около 30 субъектов страны развернули свои экспозиции. Мы немного погрузились в историю знаменитой курской дуги во второй мировой войне. То есть такие стенды, когда показывают самое лучшее от своих регионов, например, сельское хозяйство. Курская область очень знаменита производством пшеницы. Наша страна также является аграрной страной. То есть сельское хозяйство нам это очень близко. И поэтому мне было очень интересно. Кроме того, Курская область заявила о себе на терминском рынке, на гастрономическом пространстве, где каждый может познакомиться с разными блюдами нашей исконной курской области. Всемирный фестиваль молодежи стартовал 1 марта. С первых дней форума куряне громко заявили о себе. На большой сцене вокальный ансамбль «Купава фолк» выступил с кавером на известный хит. А самый известный серебряный волонтер из Курской области Константин Ковалев ярко выступил на межконтинентальном танцевальном батле. С 1 марта по Курску курсируют новые львята. Реконструкция трамвайной сети – элемент масштабной транспортной реформы. Этого особенно хотели жители города и общественники. Пока идет период обкатки, но новые вагоны уже успели оценить и пассажиры, и водители. Репортаж Екатерины Камарецких. Леша очень любит кататься на трамвае. Этот вид транспорта они с мамой выбирают каждый день. Запало в душу и название. Поэтому мальчик решил подарить водителю свою игрушку. Это было раньше маме, но сейчас я решила одного из них водителю подарить. Вот подарю водителю. Здравствуйте, это вам. 1 марта запустили рабочее движение вагонов по первому трамвайному маршруту. Первые дни – даже до вокзала, с начала новой недели уже до хлебозавода. Обкатка займет 2-4 месяца. Это нужно для того, чтобы выявить дефекты и устранить их. Позже скорость будет выше – около 25 км в час, а интервала меньше. Но уже сейчас жители благодарят за возможность ездить по городу с комфортом. Мне действительно кажется, что это самый комфортный и самый лучший вариант для нашего города. И чувствуется, что наш город смотрит в будущее с большим оптимизмом. И все будет становиться только лучше. Едем первый раз. Конечно, гораздо лучше, чем было. Мы раньше часто ездили, потому что близко к остановке живем. Ну, сейчас, конечно, быстро приходит. Ждали недолго. И, естественно, в салоне очень удобно. Салоны оснащены кондиционерами, USB-портами для зарядки телефона, автоинформаторами. Он так спокойно едет, не так громко, комфортно. Не жарко, не холодно. Пока просторно, очень чисто. Нам нравится. Город весь нарисован, зарядки для телефона. Очень красиво и удобно. Каждый трамвай ходит строго по расписанию. Время прибытия можно посмотреть, осканировав QR-код или скачав приложение «Курский транспорт». Очень удобная система объявления остановок здесь. Вагон определяется спутниками, координатами, где он находится. И остановка автоматически считывается из записанных. Обновление трамвайной сети радует не только жителей города, но и водителей. Юлия Полищук говорит, профессию предопределила династия. Общий стаж ее семьи насчитывает 113 лет. Юлия начинала карьеру в старых трамваях, поэтому сравнить есть чем. Этот вагон сделан именно для водителя и для удобства пассажиров. Он комфортен, удобен, бесшумен, теплый. Думаю, что летом будет и прохладный, здесь есть кондиционер. Здесь все сделано для людей. В городе уже проделана колоссальная работа, но это около 40% от общего объема. С наступлением тепла приступят к благоустройству. В это входит и озеленение территории вокруг решетки трамвайного пути, соответственно. Это переустройство плитки временной на остановках. Это будет асфальтобетонное покрытие со всеми подъездами. Необходимо будет подключить все остановки к телеметрии, к диспетчерскому пункту, чтобы установлены на них платформы информационные, так называемые медиапанели, на которых будет виден приход и уход транспортного средства, тоже синхронизировалась с Яндекс.Транспортом и с Курским транспортом. Уже в апреле начнется демонтаж трамвайных путей на маршруте номер 4. Альтернативой временно станут автобусы. Екатерина Камарьских, Владислав Соболев, События дня. Транспортная реформа набирает обороты не только в областном центре, но и за его пределами. 40 современных автобусов уже вышли на муниципальные маршруты. Техника появилась в Курском, Суджанском, Кореневском, Рыльском и Курчатовском районах. А в Железногорске новый транспорт опробовал глава региона Роман Старовойт. Теперь новенький, зелененький, красивенький. В автобусах, конечно, получше. И можно оплатить карты. Это, конечно, плюс. Так жители Железногорска отзываются о новом общественном транспорте. 13 современных и комфортных лиазов вышли на маршрут совсем недавно. На одном из них в качестве пассажира проехал глава региона Роман Старовойт. Климат есть, да? Климат, да. Ключевой да климат. У нас был вариант или оставить климатическую установку, или же ее убрать и заменить медиапанель. Они решили, что лучше комфорт для жителей. К новой технике привыкают не только пассажиры. Так, например, пока не все железногорские водители управляют автобусом плавно. Решение проблемы уже нашли. Потому что каждого водителя нужно стажировать. Сейчас водители отстажированные, которые вы сейчас видели, вышли на линию, будут уже стажировать следующих водителей. То есть, ну, займет какой-то небольшой промежуток времени. Что касается кадров, в данный момент мы справляемся, но кадров не хватает. То есть, у нас сейчас на предприятии работает 67 водителей, потребность 17. В Курском районе автобусы обновили в конце прошлого года. Пассажиры охотно занимают места, согласно купленным билетам, и делятся впечатлениями. Тепло, уютно, места хорошие, ходит быстро. Более удобно, конечно, автобусы, тепло, и все, как говорится, положено. Задушевность в салоне отвечают водители. Анна Говядова пересела с городского маршрута 75М. Говорит, за это время 141-й стал для нее родным. Анна старается поднять настроение каждому пассажиру не только приветливой улыбкой, но и добрым словом, школьников угощает конфетами. Теперь на работу ходить можно с полным удовольствием. Он маломестный, он юркий. Я считаю, как для Курска, то такого класса автобусы, их должно быть больше, потому что по успеваемости тогда они будут быстрее, шустрее, чем автобусы большого класса вместимости на узких дорогах. Автобусы к нам поступили 28 декабря. 1 января они были на линии. Работают в основном на маршруте Камыши. Четыре автобуса и два автобуса работают на маршруте Халин. Автобусы со стороны водителей зарекомендовались, и, конечно же, с положительной стороны. Эти слова подтверждают и водители из Суджанского района. Среди них Александр Панфилов. Мужчина возит пассажиров почти 40 лет. Говорит, разница между новыми и старыми машинами колоссальная. Ну, конечно, уже пазики, уже все они истрепаны, уже все уже, как говорится, в свое время они уходят, их не время. На этом, конечно, удобно. Удобно, я скажу, что и новый, ну как, новая машина всегда хорошо, потому что новая машина. Ну и пассажиры тоже довольны. Теперь суджанские пассажиры смогут доехать на современных зеленых газах до Беловского, Льговского и больше Солдатского районов. Маршрутов где-то у нас получается, порядка 15 маршрутов в сутки получается. А рейсов? Ну, а рейсов где-то около 20-25. Новые автобусы в шести районах региона появились благодаря президентской программе модернизации общественного транспорта. Обновление автопарка планирует продолжить. Они дарят нам жизнь и свое сердце. Чтобы отметить подвиг мам, в 2022 году по указу президента учредили звание мать-героиня. Это высшая степень отличия для женщин, имеющих 10 и более детей. В Курской области около 13 тысяч многодетных семей. А самые престижные награды удостоены две курянки. В гостях у одной из них на этой неделе побывала наша съемочная группа. Такой импровизированный концерт для Валентины Чумаковой устроили старшие дочери. Тем более повод вот так собраться и поздравить маму особенный. Курянке присвоили звание мать-героиня за достойное воспитание 12 детей. Валентина вспоминает, еще 30 лет назад, строя семью, с мужем о таком богатстве даже не мечтали. Но каждый из малышей был желанным, отмечают супруги. Для меня это семейный очаг самое главное. Когда я вижу на своих детей, что они здоровые, что они накормлены, напоены, что у них все есть, что они не болеют, здоровые. Примером для Валентины стала ее собственная мама, которая тоже была удостоена подобного звания. Детство у нас тоже было веселое. У нас в семье, вот у меня, у мамы с папой было 10, вот у нас 6 братьев и 4 сестры. Например, поедем на огород. Ну, представьте, как весело. Копаем, сажаем картошку. Старшие братья и сестры лопаткой копают, а мы маленькие кидали в ямочку. Вот. Веселились, кидались, смеялись. Муж Александра во всем помогает Валентине. Он совсем рано потерял отца. О том, как порой его матери было тяжело поднимать двух сыновей, помнит хорошо. Несомненно, это дало отпечаток и на мою жизнь в дальнейшем, на мои понимания. Потому что мама одна была, она нас воспитывала. Как могла, материально обеспечивала нас. И фактически мы действительно ни в чем не имели нужды. Своих детей Валентина и Александр воспитывают в достатке и любви. Мы учились не все сразу в первую смену. То есть там кто-то в первую смену, кто-то во вторую. Пока одни ушли утром в школу, вторая половина с мамой там подготавливается, что-то какие-то пары. Так, эти пришли, эти ушли. И вот так круговорот. Но вечером, я вот как я помню, я в основном вечером учил уроки. С вечера приготовил, там чисто писание. Я не любил этого. У меня почерк не особо красивый. Не особо любил эту историю. Но маму заставляла, приходилось. Каждый из Чумаковых младших делится. Благодаря большой семье они научились ответственности, отзывчивости и благодарности. Мама для меня во многом пример. Она меня многому научила. Хотя я из дочек старшая. Мне много приходилось нянчиться, помогать маме. Потому что когда детки были у нас один за одним, и много приходилось мне работать в этом. Всего в Курской области около 13 тысяч многодетных семей. Звание «Мать-героиня» присвоено пока дважды. Кто может получить это звание? Это женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей, в том числе усыновленных, образующие социально ответственную семью как мамы, так и дети. Все дети должны быть рождены в законном браке. Кроме почетного звания, многодетные матери получают выплату в 1 миллион рублей. Также в регионе реализуется ряд мер поддержки для семей с тремя и более детьми. Прежде всего, это и коммунальные услуги. И они в зависимости от количества детей у нас есть. Это у нас есть и областной материнский капитал, который реализуется, каждый год индексируется. И мы ввели изменения не только на третьего или последующих, а теперь на третьего и каждого последующего. Также многодетные семьи могут бесплатно посещать культурные мероприятия, высовки и государственные музеи. По традиции 7 марта женщин поздравляли коллеги. 8-го – самые близкие и любимые. Многие мужчины долго готовятся, чтобы удивить своих дам. По данным сервиса «Суперджоп», в этом году подарки для среднестатистического россиянина обошлись в 3,5 тысячи рублей. Мы узнали у курян, сколько они планировали потратить на эти цели. Я думаю, стоимость зависит от наших цветов, которые у нас продают. Правильно? То есть, ну, не знаю. Для любимой нельзя жалеть. Будет это там 3 тысячи, будет это 5 тысяч. Я уже закупил подарки. Там будут всякие конфетки вкусненькие, открыточки и подставка, по-моему, под кружку. Тюльпанами и подарками в районе 10. Самое главное – это эмоции. Мне кажется, что совместное времяпрепровождение – это самое важное. Что сделать этот день запоминающимся? То есть, не какие-то материальные вещи, а вот то, что обоим партнерам запомнить. Куряне отметили – в этом году подарки вышли в круглую сумму. Но оставить дам без букета нельзя. В топе, как всегда, тюльпаны. Цена разнится от 150 до 200 рублей за штуку. Чтобы букет радовал минимум неделю, необходим правильный уход. Это не совсем жаркая обстановка вокруг. То есть, тюльпан любит прохладу. Чтобы правильно подрезать тюльпан, вы просто берете обычный нож и делаете такое простое движение. Для тех, кто отдает предпочтение эксклюзивным композициям, подойдут гиацинты, ранункулисы и луковичные крокусы и нарциссы. К примеру, такая корзинка обойдется от 1300 до 4000 рублей. После цветения их можно высадить у себя на участке. А для любителей эксклюзива – итальянская мимоза. Она растет в Италии, в регионе Сан-Рема. И специальная, чтобы получить эту мимозу, ее не так просто получить, ее не так просто привезти. Она очень хрупкая от транспортировки. Но, тем не менее, как бы проделывая определенную предварительную работу, можно получить этот цветок. Цена такого пучка – около 4000 рублей. А о чем на самом деле мечтают женщины? Букет мимозы. И все. Цветочки. Не знаю. Ну, хотя бы цветочки. Что-нибудь шоколадное. Я люблю конфеты. Хочу получить любовь близких и поздравления. Нечего, у меня все есть. Эмоции. Красиво было оформлено. Мне, как дизайнеру, это важно. Главное – с душой. Да, конечно. Мне любой подарок будет приятен. Ну, в первую очередь, цветы хочется. В канун праздника телеканал «Сим» и наши телезрители поздравляют милых дам с международной. Международным женским днем. Мамочка, поздравляю тебя с 8 марта. Я хочу, чтобы ты всегда улыбалась. Ты самая-самая замечательная мама на свете. Спасибо тебе за твою заботу, поддержку и любовь. Твой сын Михаил. В этот прекрасный день я хочу поздравить своих любимых дам – Юлю, маму, Галину Ивановну – с международным женским днем. И пожелать самого важного – любви, здоровья, счастья, мирного неба над головой. Пусть всегда дома царит тепло и уют. Пусть близкие всегда будут рядом. Я вас очень сильно люблю. Много у бабушки лазных забот, много у бабушки всяких хлопот. Добрая, милая бабушка наша, мне тебя лучше, моложе и клаше. Любимая мама, бабушка и Каримечка, поздравляю вас с прекрасным праздником весны, когда вы рядом, мир наполняется радостью и улыбкой. Вы самые важные женщины в моей жизни. Спасибо вам за вашу нежность, тепло и любовь. С любовью и праздничным настроением, ваш Тимур. Поздравляю тебя с праздником, ты самая лучшая у меня на свете. Дорогие наши женщины, поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам здоровья и счастья. Что ж, это были события недели. Какими их увидели корреспонденты нашего телеканала. Пускай следующие 7 дней будут не менее яркими и насыщенными, а мы обязательно обсудим их вместе с вами. Всего вам доброго, берегите себя, всех женщин с праздником.